Коктейли Молотова летят в сотрудников полиции. Горящие автобусы, разграбленные магазины. Несколько дней продолжались беспорядки по всей Франции, в районах, где живут преимущественно мигранты. Волнения начались после смерти 17-летнего молодого человека. Его застрелили полицейские в парижском пригороде Нантер. Позже полицейский скажет, что машина ехала ему навстречу. Однако любительские видео доказывают, что все было иначе. Судя по всему, полицейскому не угрожала опасность, когда он открыл огонь. Одно происшествие, попавшее на камеру. Но есть и десятки других неоднозначных случаев полицейского насилия в отношении мигрантов из пригородов. И никаких видеодоказательств. Как в случае с Меди Бухутой из Леона. Как считают его близки, он стал жертвой полицейского насилия. Он погиб во время полицейской проверки. Здесь ему 4 года, а здесь ему 6 лет. Он с нашим отцом. Будучи подростком, Меди хотел быстро заработать деньги. Он вступил в местную банду и позже на некоторое время попал в тюрьму. Он никогда никого не убивал. Он совершил несколько глупых поступков, несколько краж, но он никого не убивал. Никаких убийств. Брат и сестра Меди показывают нам автостоянку, где в 2015 году полиция во время проверки наткнулась на Меди. Но он тогда не вернулся в тюрьму. Мой брат ехал на первой передаче, пытался проехать, но полицейский отбежал в сторону, произвел два выстрела. Полицейский пять раз менял свои показания. В конце концов, он признал, что стрелял со стороны. И что это была не самооборона. В результате второго выстрела Меди погиб. Однако окончательного решения суда до сих пор нет. После смягчения французского законодательства о полицейских проверках в 2017 году количество таких случаев увеличилось. По данным экспертов, во Франции во время проверок сотрудниками правоохранительных органов погибает в три раза больше людей, чем, например, в Великобритании. Французский министр внутренних дел признаёт наличие определённых недостатков. «Конечно, сотрудники полиции могут совершать ошибки, но нам также необходимо лучше и дольше их обучать». Некоторые полицейские пытаются устранить существующую пропасть между полицией и мигрантами, которые зачастую живут в социально неблагополучных районах. Например, сотрудник французской полиции Абдулайе Канте. С помощью видеороликов и комментариев в соцсетях он хочет пробудить понимание у своих коллег. «Ни один полицейский не идёт утром на работу, чтобы кого-то убить. Но в эмигрантских кварталах высокий уровень преступности. Мы патрулируем там не случайно. Жители этих районов хотят, чтобы полиция там была видна». Однако некоторые такие районы превратились в гетто, считают французские социологи. Государство несправедливо относится к жителям таких районов, считает эксперт. «То, что раньше было колониями, теперь стало пригородами крупных городов. Жителей всё больше контролирует полиция, иногда жёстко. Люди подвергаются унижениям». «Вот уже восемь лет Мириам и Хамид борются за то, чтобы убийца их брата понёс наказание. В то же время они осуждают беспорядки». «Мирная демонстрация лучше, чем поджёг машин невинных людей». И всё же между многими семьями иммигрантов и французским государством существует глубокая пропасть. Насилие может начаться в любой момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова